Субтитры подогнал «Симон» Вы смотрите новости в студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте! В нормандском формате в Минске сегодня пройдет встреча помощников президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Эту информацию подтвердили в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате. Напомню, о проведении встречи было объявлено по итогам состоявшейся в минувший вторник телефонного разговора глав России, Германии и Франции. Лидеры трех стран условились продолжить контакты в нормандском формате. Из источников, близких к переговорному процессу, стало известно, что сегодня в Минске ключевыми вопросами переговоров станут безопасность и гуманитарная ситуация, которая сложилась в зоне конфликта на юго-востоке Украины. В России сегодня пройдут первые похороны жертв теракта в Петербургском метро. В списках погибших 13 человек, около 50, в том числе белорус, до сих пор в больнице. Тем временем следователи озвучили подробности подготовки атаки. Смертник Акбар Джалилов репетировал теракт две недели. Последний месяц жил на съемной квартире. До этого часто менял жилье и паспорта. Следователи сейчас проверяют его связь с террористической организацией. Пока ни одна группировка ответственность за атаку на себя не взяла. Чтобы обезопасить пассажиров подземки, правительство России приняло решение о создании групп быстрого реагирования для защиты метро. Продолжение следует... В Бразилии бьет рекорды безработица. Ее уровень уже превышает 13%. С декабря прошлого года по февраль текущего без работы числились 13,5 миллионов человек. И этот показатель почти удвоился за последние годы. Эксперты отмечают, что Бразилия постепенно выходит из экономического кризиса. Однако это происходит слишком медленно. В попытке оживить крупнейшую экономику Латинской Америки, Центробанк страны активизировал смягчение денежно-кредитной политики. Более низкие ставки, как ожидается, будут способствовать восстановлению экономики в этом году. Крупнейший контейнеровоз в мире отправился в свой первый международный путь из китайского города Тяньдзинь. Судно вмещает 20 тысяч стандартных контейнеров. Оно уже посетило все главные порты КНР. На пути Суэт, Саутгемптон, Гамбург, Роттердам, Гавр и Дубай. Контейнеровоз проплывает по так называемому морскому шелковому пути 21 века, включая всю Юго-Восточную Азию и Европу. Сегодня в Москве состоится презентация экономического и туристического потенциала Минской области. В ней примут участие представители руководства российской столицы и других регионов, бизнесмены и дипломаты. Для них подготовлена выставка и дегустация белорусских продуктов питания, наглядная экспозиция туристических и лечебно-оздоровительных возможностей столичной области. Также для гостей будут организованы мастер-классы народного творчества. От парикмахера до начальника отдела более 400 вакансий в самых разных сферах предложили жителям Витебска. Желающих трудоустроиться оказалось немало. Только в первые часы работы ярмарки вакансии и собеседования прошли свыше полутысячи человек. Каждый соискатель смог пообщаться сразу с несколькими работодателями. Закончил колледж. После колледжа вакансий не было. Стал на бирже. Пару месяцев на бирже труда побыл. А потом мне сказали, что ярмарка будет в Витебске по трудоустройству. Пришел, сразу предложили, даже без очереди. Счастлив. Техник, строитель. Дорожное строительство у меня идет. Буду строить, помогать. На сегодняшний день мы готовы предложить нашим гражданам города Витебска такие специальности, как слесарь по металлорезанию, зарплата от 400 рублей, оператор станков с программным управлением от 800 рублей. У нас закуплено порядка пяти новых единиц оборудования, поэтому нам требуется высококвалифицированное, профессиональное, самое главное, желающая работа с людьми. В Витебске сегодня около 700 вакансий. Большинство работодателей ищут рабочих с различными навыками. Временная экспозиция вечных ценностей. У посетителей Национального исторического музея появилась редкая возможность увидеть оригиналы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. В этих документах отражены многие аспекты жизни наших предков. Какие именно, узнавала наш корреспондент. Слуцкий Свято-Троицкий монастырь был одним из первых в Беларуси. Первые упоминания о нем датируются серединой 15 века. При монастыре начал собираться архив. И в самому старому сохранившемуся документу уже 500 лет. Когда мы касаемся этих документов, мы можем полноценно представить жизнь белорусского общества на протяжении трех столетий. 16, 17 и 18. Документы отражают разные аспекты жизни наших предков. Политическую, религиозную. Но самый большой интерес вызывают, пожалуй, повседневные дела жителей Слуцкого княжества. Завещания, тяжбы, сделки. Этому юридическому документу почти 400 лет. В нем говорится о том, что мещане города Петриков совершили обмен дворами на рыночной площади. Самое интересное, что здесь хорошо сохранились подписи и печати четырех свидетелей сделки. Организаторы выставки не обошли вниманием и тех, кто много лет назад первым начал собирать и сохранять бесценные архивы. В данной витрине представлены материалы, связанные с Андреем Константиновичем Снитко, директором Первого Минского музея. Рядом с его портретом, вот вы видите, печатка Андрея Константиновича Снитко личная, которую нам предоставили его потомки. Всего удалось сберечь около тысячи оригинальных документов. У специалистов ушло несколько лет на то, чтобы систематизировать и оцифровать каждый. Доступ к ним теперь есть у всех, кто интересуется историей своей страны. Камила Шах, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. И последнее в Англии о наступлении настоящей весны напомнило необычное шествие. Этой традиции вот уже 90 лет. По улицам небольшого поселка в национальном парке Йоркшир-Дейлс неспешной походкой к месту выпаса последовали 200 овец. Все они ждут потомства. Учитывая положение животных шествия, не обделенное вниманием туристов, растягивается на довольно долгое время, а чтобы будущие матери во время пути могли как следует отдыхать.